здравствуйте уважаемые зрители и подписчики моего канала данное видео сегодня будет о том как собрать снасть со скользящим поплавком также как выставить глубину и как ловить скользящим поплавком в пол воды то есть на разных глубинах не только со дна и так приступим у меня уже есть такое видео я собирался снасть как собрать снасть со скользящим поплавком но дело в том что сейчас наступает весна и многие зрители и подписчики спрашивают им надо конкретно какой груз надо какой поплавок вес должен быть я буду рассказывать все так постепенно и по простому конечно опытные рыбаки могут написать мне что я не прав в каких-то моментах ну я вам покажу так как было бы проще и намного проще и так вот у меня есть тут пара поплавков 3 поплавка так как сейчас грядет весна и будет мы будем ловить карася я предлагаю оснастку со скользящим поплавком легкого веса то есть полтора полтора грамма этот поплавок весит всего и вот с ним я сейчас соберу эту снасть а потом расскажу как выставить глубину и как ловить им в пол воды этой снастью и так для этого нам понадобится поплавок стопорки грузик и вертлюжок застежкой для поплавка возьмем основную леску 025 я всегда ловлю на эту леску и больших карпов и маленьких карасиков то есть она универсальная и подходит для любой рыбы многие конечно могут сказать что надо брать леску 02 или 018 основную я всегда беру 025 так как как правило купил леску поставил на удочку а потом ее никто не меняет то есть если мы весной ловим карася надо тонкие лески и если поставил эту леску 02 ну допустим 02 потом в середине лета там ловим большого карпа и уже приходится ставить толще леску но это большие заморочки в принципе я рекомендую леску 025 вот так как я делаю я буду и рассказывать и так это сейчас мы быстро соберем эту снасть так как уже есть такое видео как собрать эту снасть со скользящим поплавком ну по-быстрому расскажу еще раз и потом уже приступим к другим моментам и так мы берем основную леску 025 я почему говорю 025 потому что люди требуют конкретики теперь я в каждом своем видео какую снасть буду делать буду рассказывать так как есть ну вот что я беру и как делаю и так возьмем стопорки леска 025 основная леска продеваем первый стопорок стопорки можно брать не только такого плана продаются тоньше стопорки то есть это на ваше усмотрение ну мне нравятся такие я пользуюсь такими и так первый стопорок продели затем берем вертлюжок застежкой продеваем вертлюжок застежкой затем опять берем стопорок одеваем на леску все вот что у нас получилось 200 парка застежкой сразу же для наглядности одеваем и поплавок застежки рекомендую брать маленькие ну и вот такого плана вот такие чтобы вертлюжок маленький был и застежка была маленькая крупных брать не надо ну и такие американские застежки они самые лучшие далее это все сдвигаем и берем грузик так как я сказал что будет конкретно все этот у нас поплавок полтора грамма ну это все конечно относительно я его не взвешивал это на нем просто напит написал производитель полтора грамма ну а как он будет посмотрим и так берем грузик для полтора граммового поплавка нам понадобится грузик 3 грамма тоже все относительно я его нет не взвешивал где-то он 3 грамма и так мы одеваем сначала не грузика стопорок чтобы у нас поплавок не падал на грузике крючок все теперь одеваем грузик теперь одеваем грузик и делаем петельку петельку будем делать по-простому я до сих пор не обзавелся петли вязом вот сложили пополам и петельку два раза можно один раз ничего страшного не будет тоже так делал никогда никогда она ничего не развязывалась обязательно узел смачиваем все теперь отрезаем ненужный кончик вот так и что у нас получилось получилось вот так стопорок вертлюжок застежкой поплавком далее стопорок еще один стопорок и грузик можно перед петлей было поставить грузик стопорок ну сегодня снасть я я же говорю что будет очень простая в принципе вот этим грузиком 3 граммовым проводите все лето ничего не какую-то вот здесь узелок вот этот не разобьет грузиком тем более дай бог чтобы вам попался большой короб и все оборвал эту снасть все теперь сюда привязываем поводок и так поплавок у нас полтора грамма грузик 3 грамма теперь берем привязываем поводок я последнее время начал пользоваться наверное эту рекламу надо закрыть и и просто объяснить что начал пользоваться лесками покрытые флюорокарбоном одни говорят что эти лески ну это рекламный ход ну короче знаете когда проверяется флюорокарбон это леска или флюорокарбон леска обычно горит сейчас покажу вот леска если ее поджечь леску она горит хорошая леска не горит ну как правило леска горит а флюорокарбон тухнет быстро и он не горит ну вот это покрыть это леска покрытая флюорокарбоном так как флюорокарбоном невидимый видите не не горит вообще ну так вот я на поводочную снасть пользуюсь леской покрытой флюорокарбоном ставим ставим будем эта леска у меня сейчас 0.18 но вообще для весеннего карася я ставлю леску 0.14 на поводок то есть основная леска 0.25 и поводочная леска 0.14 берем крючки обычно я пользуюсь крючками гамакатсу опять это реклама конечно ну я не рекламирую просто это очень хорошие крючки и они есть разные по форме но вот такие больше такой формы больше я ставлю на карпа а есть еще другой как обыкновенные крючки главное что запомните гамакатсу 12 номер и на весеннего карася очень даже они пойдут так берем крючок и делаем поводок как вязать крючки у меня на канале есть видео так что если в данном видео вы что-то не увидите как привязываю крючок можете у меня на канале посмотреть привязываем обыкновенным обыкновенным узлом вот так сейчас откусим и на другом конце делаем петельку можно конечно по другому привязать к петле основной лески наш крючок ну петля в петлю и будет нормально главное я же говорю я сейчас вам расскажу как быстро и без заморочек сделать снасть вот и все поводок у нас готов обкусим все ненужные лески которые у нас образовались кончики все соединяем основную леску с нашим поводком петля в петлю вот тоже многие рассказывают что неправильно соединение петля в петлю то есть я засовываю крючок а потом в петлю а пишут что нужно петля в петлю и потом но мне кажется разницы никакой все но работает и так и так и по моему от перестановки слагаемых сумма не меняется и так поводок поводок с крючком у нас на карася на весеннего карася у нас получается сантиметров 10 надо делать ну до 15 вот у меня такое получилось снасть наша готова теперь приступим как выставить глубину потому что бывалые рыбаки так конечно знают а вот начинающие рыбаки многие пишут как выставить они не понимают как выставить с топорками глубину им кажется что это очень так сложно я покажу что сложного ничего нет и будут они пользоваться да еще что хочу сказать допустим у нас этот поплавок полтора грамма грузик 3 грамма можно делать у нас поплавок 3 грамма 4 с половиной грамма грузик 5-6 грамм тогда это чтобы не было лишних вопросов потому что ну у разных людей есть в наличии разные поплавки чтобы не покупать на в рыболовном магазине дополнительные какие-то поплавки я просто так примерно соотношение обычно как пишут по книжному скользящая поплавок ну скользящая оснастка она должна быть такой допустим если поплавок 6 грамм грузик это в два раза больше 12 грамм если поплавок там 3 грамма то грузик должен быть 6 нет ну да если поплавок 3 грамма грузик должен быть 6 грамм ну вот так примерно ну я использую это поплавки с грузиком допустим в 6 в 5 грамм 3 грамма 4 с половиной грамма можно даже использовать вот этот полтора граммовый поплавок с грузиком 6 грамм и ничего тоже страшного не будет так как груз скользящий все будет нормально ну все приступаем к выставлению глубины и потом расскажу как такой оснасткой ловить в пол воды потому что ну предполагается скользящая оснастка ну снасть со скользящим поплавком предполагается что это снасть донная ну так как на рыбалке чтобы переделывать снасть это очень ну надо все по новой делать это на другую снасть если допустим карась брал со дна а потом перестал и вообще ничего не клюет а клюет только одна плотва и то в пол воды как вам быстро сделать чтобы клевала у вас та же плотва ну вот приступим к выставлению глубины выставлять глубину всегда надо только верхним стопорком то есть сейчас будем выставлять глубину верхним стопорком итак вот смотрите опускаем наш крючок грузик пошли стопорки и поплавок вот снасть выставляется верхним стопорком вот наш поплавок и глубина выставляется верхним стопорком верхним стопорком мы выставляем глубину предполагаемую в месте лова и забрасываем нашу снасть забросили поплавок у нас стоит то есть вот если мы сделаем потянем стопорок вниз поплавок пойдет тоже вниз потянем стопорок вверх он будет вот в таком состоянии или наклоненный или вообще вот еще раз вот еще вверх потянул вот он плавает вообще то есть если вы при забросе закинули и у вас поплавок плавает значит стопорок нужно потянуть вниз тянем стопорок вниз и вот поплавок уже стоит если вы Чересчур потянули стопорок вниз То поплавок у вас утонет То есть если вы забросили И у вас нет поплавка Значит надо достать удочку Взять верхний стопорок И потянуть его вверх Вверх потянули Все Глубина у нас выставлена Сейчас я покажу Как под водой располагается грузик Дело в том Что вот это именно хорошая оснастка Получилась так как у нас грузик 3 грамма поплавок Грузик 3 грамма и поплавок 1,5 грамма И у нас грузик Получается не лежит на дне А он в вертикальном положении То есть оснастка получается чувствительной Вот я приподнимаю Вот я приподнимаю грузик То есть крючок у нас получается Лежит на дне А грузик стоит вертикально То есть он еле касается дна Если бы был грузик Допустим 6 грамм Это тоже получается скользящая оснастка Но дело в том что Он бы лежал Просто лежал бы на дне Но все равно при скользящей оснастке Поклевка будет заметная Так как у нас грузик скользящий Ну вот Это я рассказал как выставить глубину И опять Теперь я хочу рассказать Допустим Вот выставили глубину Это и ловим мы как карася Со дна Так как у нас крючок на дне Ловим со дна Карась перестает клевать А карась такая рыба Да и карась и плотва Что они то берут со дна Потом раз клево прекратился Вообще ничего не берет Что в этом случае делать Как ловить в пол воды Так как карась может Плавать в толще воды И не брать со дна Вам нужно для этого Обязательно Купить еще один поплавок Но только большей грузоподъемностью Вот Взял я поплавок Большего веса Этот поплавок Это самодельный мой Также можете посмотреть Как сделать такие поплавки Он весом где-то примерно 4-4,5 грамма И на рыбалке Что мы делаем Берем Тут же Перестал карась Со дна клевать Отстегнули Маленький поплавок И поставили грузоподъемностью Больше В моих видео Вы видели Как мой сын Вот таким способом Ловит карасиков Которые не клюют со дна Поймал уже Вот смотрите Этот поплавок поставили И он У нас находится В таком состоянии Груз на дне То есть Мы ничего Не передвигали Глубину Теперь Что мы делаем Берем И делаем Глубину меньше Опять Верхним стопорком Верхним стопорком Тянем И делаем Глубину меньше И забрасываем И вот Поплавок у нас Вот он плавает И грузик Находится в толще воды Вот видите Вот видите И грузик И крючок У нас плавают То есть Вы Если глубина Допустим Два метра Делаете метр И оно Будет В метре над водой В метре над дном Плавать У нас Крючок И грузик Но Многие Вероятно Скажут Что Такая Огрузка Поплавка Не должна быть Ну У меня сын Ловит вот так На такую Огрузку То есть Поменял Поплавок Быстренько И ловит так Можно конечно Огрузить Наш поплавок Дополнительными Дробинками То есть Ничего страшного В этом не будет Если Ну Чтобы Поплавок Выглядел Там По спортивному Вот так Вот так Над поверхностью Чтобы торчал Можно Огрузить Пару дробинок Ну Дробинки В этом случае Нужно ставить Ниже Скользящего Поплавка Ниже Скользящего Грузика То есть Дробинки Мы ставим Вот здесь Пару Маленьких Дробинок Поставить И тогда У нас Огрузится Поплавок Хорошо Вот поставил Я дробинки Дробинки Поставил На основную Леску То есть У нас Вот здесь Поводок Здесь Петелька И основная И основная Леска Одна Дробинка Крепится У самого Основания Петельки А вторая Можно Ну так как Вы Это я показываю Вам в аквариуме Чтобы Было видно А так Можете поставить В 10 Сантиметрах Выше Или Сантиметров 7 8 Ее вверх Вторую Дробинку Ну а Далее У нас Идет Наш Скользящий Груз Также Между Стопорком И дробинкой Тоже Сантиметров 10 Пускай Где-то Будет И все И вот Посмотрите Уже Какая Огрузка Этого Поплавка И это он В пол Воды Это поплавок 4-4,5 Грамма Если же Мы меняем То есть У нас Уже Ну Это Прекратился Клев В пол Воды Достаем Этот Большой Поплавок Меняем Его на Маленький Если у вас Допустим Поплавок 4,5 Грамма То Грузик Берите Грамм 6 То А уже Большой Поплавок Берите Грамм 8-9 И вот Наш Поплавок Утонул То есть Нам надо Выставить Глубину Так как Мы Будем Ловить Со дна Мы Верхним С топорком Выставляем Глубину Можно Конечно Поплавки Огружать Специальной Приспособой У меня Такая Есть Я сам Ее Сделал Тоже Есть Такое Же Видео Но Дело В том Что У 90% Рыбаков Я не Видел Таких Приспособ Для Огрузки Поплавка Все Старинным Способом Огруживают Поплавки Кто В ванной Кто В Литровой Трех Литровой Банке Ну А кто Сразу На Водоеме Вот У нас Поплавок Огружен И У нас Снасть Это На Дне И Тоже Вот Посмотрите Как У нас Получается То есть У нас Есть Один Одна Дробинка Под Пасок Она Лежит На Дне И Вот Смотрите У нас Одна Дробинка Под Пасок С Крючком Лежит На Дне А Основной Грузик С Другой Дробинкой Стоят Вертикально То есть И такая Оснастка Приемлема И будет Тоже На нее Клевать Ну Уже С Таким Подпаском Это Подпасок Кстати Весит Эти Маленькие Дробинки 0,5 Грамма Если Мелкую Рыбу Ловить То Она Уже Будет Чувствовать Этот Подпасок Ну В принципе И такая Оснастка Пойдет То есть Можно И так Ловить Ну Все Спасибо За внимание Кто Смотрел Это Видео Подписывайтесь На мой Канал Я думаю Это Видео Будет Полезно Для Вас До Свидания